Попытка восстановления номер три к реставрации здания хоральной синагоги приступали уже дважды в 2013 и 2018 годах. Однако оба раза из-за нехватки финансирования работы приходилось приостанавливать. В последние годы силами Самарской еврейской общины и нервонадушных горожан начат процесс восстановления исторического облика одного из красивейших храмов иудейской религии, не только в России, но и во всем мире. Здесь, около Самарской хоральной синагоги, на улице Садовой, заложили памятный камень. Это и стало стартом начала работ. Я, конечно, очень рад, что архитектурная жемчужина столицы нашего региона, сама историческое издание хоральной синагоги, также восстанавливается сегодня. Восстанавливается благодаря участию людей разных конфессий, которые объединяют здесь свои усилия, понимая, что это и место притяжения, это и место, безусловно, духовное, важное. Для жителей нашего города. Но это еще и объединяющая работа людей, которые испокон веков, в мире и братстве, живут на Самарской земле. Хоральная синагога Самары, построенная в 1908 году, была одной из самых крупных в Европе и вмещала более тысячи человек. Однако здание просуществовало как храм всего 20 лет. Позже синагогу закрыли, а помещение передали ДК имени Третьего интернационала. Затем здесь разместился хлебозавод. Неоднократно жители Самары поднимали вопрос о восстановлении памятника культурного наследия. Просили вернуть его первоначальный вид и функционал. То, что сегодня сообща и власть, и общество, и конфессия уделяют такое внимание возрождению религиозным объектам, это залог нашей будущей дружбы, единения, того, что вот этот мир межконфессиональный Самарский останется на веках. На торжественную церемонию закладки камня приехал главный раввин России Берл Лазар. Он подчеркнул важность и значимость реставрации объекта, как для еврейской общины Самары, так и для всех других. Я не сомневаюсь, что именно Самара станет духовным центром, потому что губернатор, который понимает важность и вкладывает в это усилие время, это важнейший сигнал, чтобы люди знали, что есть поддержка, и сегодня есть такие возможности, и поэтому двери наши открыты. Уверен, что это надолго, дай Богу, навсегда. Главный раввин России Берл Лазар возглавил попечительский совет фонда по реставрации и реконструкции Самарской хоральной синагоги. К комплексной реставрации объекта в этом году приступили благодаря договоренностям областных властей с меценатами. Все реставрационные работы выполнят за счет пожертвований. Все это делается для будущих поколений, для их духовности, для их развития. И это же не только религиозный дом, это же дом духовный для всего святого, который дал Бог человеку. Так что всем, пожалуйста, добра и счастья в этом доме. Реставрационные работы планируют завершить к 2023 году, после чего синагога украсит историческую часть Самары и станет точкой притяжения для туристов и жителей города. Приведут в порядок и благоустроят всю территорию вокруг храма. Виктория Шарая, Мэри Елчан, Николай Епифанов. События.